Продолжение следует... — Добрый день, Игорь. — Ну, вот знаете, Игорь, что мне хотелось спросить? Вот когда вы садитесь за шахматную доску, да, начинаете играть, кем вы себя представляете? Какой у вас вот внутри... Что вообще внутри происходит с человеком, который вот играет в шахматы? — Ну, это, конечно, вопрос индивидуальный, но могу сказать за себя. — Вот именно к вам. — Да, то, что когда я сажусь играть в шахматы, для меня шахматы — это игра генералов. — Генералов? — Генералов. Именно так. — То есть, а на поле, на шахматной... — На шахматной битве. То есть, задача — победить соперника. — То есть, это как Наполеон, да? — Примерно так же, да. То есть, вообще, насколько я вот изучил этот вопрос, да, то, что почти все генералы и полководцы, они были хорошими шахматистами. Например, Наполеон любил играть в шахматы. Жуков любил играть в шахматы. Суворов любил играть в шахматы. Я очень уважал эту игру. — Смотрите, это, получается, игра стратегическая. — Игра стратегическая и тактическая. — И тактическая, да? А тактика, она вот здесь и сейчас решается, правильно? — Да, то есть, стратегия — это, какой план действия мы выбираем на несколько ходов. Ну, можно на 10, на 20 ходов, ну, можно на 5 ходов. — То есть, такая дальняя перспектива. — Это дальняя. А тактика — это, что конкретно сегодня мы делаем. Съедим пешку, съедим слона, съедим ферзя, может, и поставим мат. — Так. Вот смотрите, человек всегда, вот, как спортсмен, да? То есть, бывают спортсмены у нас такие накаченные. Здесь какую мышцу накачивает у себя? — Мышцу головного мозга? — Ну, в первую очередь, да, шахматы, они развивают, конечно, интеллект, повышают IQ человека. Но вот если вы хотите серьезно заниматься шахматой, я всем рекомендую сейчас, да, чтобы обязательно должна быть физическая подготовка, потому что думать качественно и напряженно в течение длительного периода времени, а шахматная парта длится, ну, на большом уровне от 3 до 6 часов, вы не сможете просто. — А какой тогда вид спорта помогает? Вот усидчивости тогда или что? Вот для чего нужна физическая-то подготовка? — Физическая подготовка нужна для того, чтобы в напряженной обстановке делать правильные ходы и быть концентрированным. — Сконцентрированным. — Да, если у вас не хватит сил, не хватит сил и физически будьте истощены, вы не сможете сделать нужный ход, либо, допустим, зевок. — Это что? — Ну, допустим, у вас позиция выигрышная. Стратегически у вас абсолютно выигрышная позиция, но вы допустили там грубый зевок, отдали фигуру. — А, то есть прозевали. — Прозевали, да, но просто забыли, у вас внимания не хватило, чтобы думать, конечно, нужна физика. — Понятно. Вот смотрите, мне кажется, сейчас шахматы — это некий немного такой тренд, да, мода, да, моде отдать ребенка в шахматную школу. Вот как вы считаете, или пришло время шахмат? — Я бы это сказал, именно объединил эти два понятия. Я очень рад, что шахматы становятся трендом. И я делаю все возможные усилия, чтобы это именно стало так. Потому что тренды, они бывают разные. Бывают полезные, бывают, мягко говоря, не очень полезные. Вот это очень полезный тренд, потому что шахматы, они развивают интеллект. То есть, а, соответственно, когда у человека есть интеллект, то он будет использоваться правильно в любой отрасли. — Вы говорили, что вот, то есть в IQ у нас как бы интеллект, да, как его можно проверить? У нас вот вообще в России существует такая отдельная школа, методика IQ? — Ну, IQ-шных тестов достаточно много. Можно провести тестирование, да. — А у вас в школе она, в академии есть? — Мы сейчас ее внедряем, чтобы люди, которые, да, начинаешь, допустим, 4-5 лет дети приходили, мы их на базе проверяем и, допустим, раз в год тестируем. И на практике доказано, что люди занимаются шахматами, они, IQ у них увеличивается выше, темп прироста IQ выше, чем у своих сверстников. Особенно очень важно, чтобы дети занимались шахматами с 4 до 10 лет. Это вообще очень важно. — Очень важно, да? — Да, а лучше с 4 до 7. Потому что человек уже готовится к школе, и одна из основных наших задач — это подготовить ребенка, как минимум, к школе. — То есть тоже как один из вариантов, вернее, дополнительного образования, как сейчас, я думаю. — Да, это просто дополнительное образование. — А вы здесь не боитесь, вот, скажем, ребенка перегрузить? — Я думаю, что нет, потому что наши базы занятия два раза в неделю по часу, но я думаю, что это много. — Это тоже в качестве игры проходит, да? — Это и игра, и обучение. Мы сейчас внедряем программу, называется «Умный ребенок». Наша индивидуальная разработка. — А кто, кстати, вот больше приводит детей, мамы или папы присутствуют? Они, кстати, наблюдают? — Да, конечно, конечно, они наблюдают, но вначале. Вначале наблюдают, потом уже лучше не наблюдать, потому что ребенок уже… — Вмешиваются в некий такой процесс, да? — Да, потому что отвлекаются на родителей. — Хорошо. Игорь, вот еще в заключении уже нашего интервью, что бы вы могли сказать, пожелать родителям, которые вот еще думают, повести, привести вам своего ребенка или нет? — Пожелать я могу сказать следующее, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был умным, успешным, образованным, то самый лучший способ, самый дешевый способ сделать это – это шахматы. Для занятий шахматой нужна только доска, тренер. Больше ничего не надо покупать, там какие-то дорогое оборудование, амуниция. — Если человек и ребенок с малого возраста занимает шахматы, он хорошо учится и поступает, а для родителей это очень важный критерий. — Я сам был отличником в школе. — Классно. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что пример Игоря будет для вас, в общем-то, хорошим примером для подражания. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Кириллов, президент Федерации шахмат Пермского края. Мы прерываемся, и следующий мой эфир в 13.40. Всего доброго. — Большое спасибо. — Следующий гость через 4 минуты. Наш прямой эфир нашего канала продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok